Я вас только что видела. А как это вы меня могли видеть? Я вот ваш штат вижу. Или это килограмма? Вы же в Канаде, нет? Да. Пока еще в Канаде. Сейчас вот в Америку буду заезжать. Понятно. Ну, я вас видела у блогера нашего известного. У Антона. Да. Вы очень интересно рассказывали. Я, в принципе, с вами согласна. Кроме батюшек. Вот у нас в США батюшки очень много американцев. У меня вот батюшка Джон, например, в православной церкви. Я просто... Подождите, я извиняюсь. Я про батюшек кому-то говорил. Я вот буквально час назад с одним парнем говорил. Он мне даже не сказал, что он меня будет выставлять. Вот дает, а. Так он не выставлял. Я вас видела на стриме. Ну, как вы могли видеть, значит, прописал меня. Он стримит вживую. Вот люди заходят на стримы, вживую смотрят. Он потом закроет, он вас уже не... Ну, вы сотретесь, как только стрим закончится, он стримы не выставляет. Он еще стримит до сих пор. Еще предупреждают, они в курсах. Когда стримят, да, вы же не спросили, он, наверное, забыл сказать. Ну, я даже предполагать не могу, что я не блогер. Ну, понятно. Ну да, если вы не в курсе, как это бывает. Он, в принципе, такой известный, известный блогер. У него много подписчиков. Его, наверное, весь российский контингент знает. Ну, может быть, может быть. Я пять лет назад я разговаривал в Третьевятое Царство. Ага. А второй был... В чем сел обратный спикер парень. Женя, Женя, ага. Ну, мне сказали, что мы тебя запишем, выставим. Я говорю, ну, хорошо. Ну, как бы я знаю, потому что я, может, там липко что-нибудь лепил. А то, что батюшки у нас, ну, это к вам батюшки приезжают англоязычные, а у нас свои, природные. Ну, наши, может, местные не захотели именно в православие обращаться. У нас как-то американские. Ну, есть и русские тоже, но много американских. Это епархия. Епархия присылает их. Это не их желание там-то и там-то быть. Это епархия. У нас, вот куда мы в церковь, если вы там слышали, я говорил, что на берегу озера, да? Да, да, да. Сначала очень хороший батюшка, вот он меня ввенчал женой. Его с Калифорнии прислали. Ну, он просто русский был, а сам он из России там. Вот этот батюшка у нас, который сейчас, он, по-моему, или из Белоруссии, или из России. Он молодой у нас, такой хороший, большая семья. Я не знаю, что их туда присылает епархия. А так, главный здесь сидит в Монреальне и, по-моему, в Бостоне православный. Ну, они тоже, они как бы русскоязычные, а русский, я не знаю. Ну, понятно. Вы знаете, а вот батюшка Джон, да, у нас есть, вы знаете, он хорошо по-русски говорит, с акцентом, правда, сильным. Потому что они в Москве проходят практику, видимо, или стажировку какую-то. Вот. И они обязаны, ну, может, не обязаны, но неплохо говорят по-русски, на русском языке. Прямо хорошо. Они обязаны, иначе как они будут читать и какие пробуют вести год. Поэтому они, конечно, изучают язык, это все закономерно. Ну, вы знаете, в основном проповеди в течение года на английском такие идут. Только на русском, вот на Пасху, на Рождество приезжает специальный у нас, вот, ну, патриарх или там архиерепископ у нас был раньше, Дмитрий, из Хьюстона. Они вели тогда на трех языках, на русском, на английском и на польском. И говорили, ну, Христос воскрес на всех языках, какие только возможно. Бывало там на 12 языках. То есть люди с разных конфессий, разных национальностей приходят в храм на Пасху. И тогда вот на русском службу проводят. Вы сами живете, что у вас такая насыщенная, там, англоязычная. Да, вот больше 20 лет прожила в США, в Техасе. И вот, ну, два месяца с копейками, как в России. Мы в Россию переехали. Я вот слышала ваш разговор, да, с блогером, вот, который только что с Антоном вы рассказывали. Ему очень интересно. Я прям всю беседу прослушала. Ну, и согласна с вами полностью, в Америке та же самая Петрушка происходит. Я вашу позицию, вот, 100%, как говорится, поддерживаю. Вопрос возникал, вот, я вижу в комментариях люди пишут. Почему он не возвращается? Ему надо назад на родину. Напишите и скажите ему, пусть возвращается. Вы собираетесь? Есть мысли такие? Конечно, мысли такие с первого дня, как я здесь. Ну, не с первого, буду, как говорится. Но с пятого года это точно. Вот, пять лет, когда прожил. Знаете, очень тяжело, когда 32 года. Дети, ну, вы сами понимаете. Пока молодой, вот пока молодой, можно все, что хочешь. Наоборот, на пенсию тоже хорошо было бы свалить, нет? Не так все просто. Кто вам пенсию платить будет? У нас же все разрушено. Какая пенсия? Ты, в компе вопрос стоишь, что сейчас просто так не приедешь, ничего не привезешь, а приехать к старым родителям и сказать, здравствуйте, я здесь. Ну, вы же что-то заработали за 30 лет. А как-то, дорогая, не работает. А что в кармане там 10 тысяч? Что это такое 10 тысяч сейчас? Вообще ни о чем. Да, ну, я привезла кучу денег, он уже две квартиры купил в Краснодаре. Были бы деньги, перевезти не проблема. Ну, расскажите мне, как вы это перевели. Расскажу, расскажу. Значит, смотрите, вы когда, ну, будет у вас возможность остановиться, или когда вы на перерыве будете, зайдите на YouTube, у меня канал называется «Техасцы в России». У меня там видео на целый час, я рассказываю подробно, подробно, там несколько вариантов через банк, и какие банки проводят, до сих пор принимают, какие банки открыты. Есть венгерские банки у нас, которые совершенно спокойно работают и переводят деньги. У них там и моряки наши переводят. Любые суммы, без комиссий практически. Можно криптовалютой переводить, можно, соответственно, через друзей, которым нужно что-то обналичить в Америке. Либо через Турцию, то есть наше отделение американских банков есть в Турции. В Турцию можно поехать, эти деньги взять, и уже из Турции перевезти в Россию тоже платежом. Крипта это вообще как бы без проблем переводится. Здесь все в России криптовалюты используются. Переводится за несколько секунд. Вот я сейчас перевожу. Буквально завтра 20 тысяч долларов криптовалютой мне здесь рублями выдают. Без комиссии. Потому что люди зарабатывают на курсе доллара. Но если подробнее вам подслушать, и там длинное видео, я через это все прошла, мне нужно было квартиру покупать, поэтому я тут через все банки попроходила. Через все буквально и квартиру, мне надо было 60 тысяч долларов сразу за даток заплатить. Это новостройки. Остальные уже будут ипотекой. Я уже ипотеку получила в России. Там есть и господдержки, которые можно довольно-таки с хорошим процентом получить. Поэтому, если что, гляньте у меня на канале, у меня с таким проблем, ну, я уже все проблемы разрешила. Я думаю, вам понравятся. Техасцы в России. Техасцы в России. Так прямо наберете Техасцы в России. И у меня есть видео отдельно. Ипотека. Купить квартиру. Новостройка или вторичка. Как перевести деньги? Квартира у меня уже есть в Екатеринбурге, под Екатеринбургом. Давно купили там родители, за них присматривали. Просто проблема была перевести, понимаете, у меня деньги диками, у меня просто другое есть. Не проблема большая. Ну, другое, да. Другое придется пока поддержать. Потом, может быть, со временем, когда уже оно вырастется, не продавать и тогда. То есть деньги переводить не проблема. А вот другое... Его бы перевести. Я просто боюсь уже. Я уже думала, когда подъеду к твоей матери и ответку на карте оставляю для потолка. Да? Я точно так же сделала. То есть ямку... Вырыл ямку, закопал, надпись написал. На карте отметил. Вот. Я вас понимаю, но наличные какие есть, если лишние, то их нужно вкладывать, потому что у нас американские аналитики бьют тревогу, что наш доллар может в какой-то прекрасный момент просто обесценится, либо они, знаете, решают такие долги, которые у нас там 34 триллиона долларов уже, какую-то ночь прекрасную решат эту систему перегрузить, скажут, кому должны все прощаем, и завтра доллара нету. Поэтому все какие наличные были, мы решили, надо не рисковать. Вот я поэтому в наличные стоя сильно не вкладывать, хотя есть недвижимость выплаченная уже. Вот. И все это просто... Знаете, я говорю еще раз, когда тебе побольше лет, ты начинаешь всего бояться, что ли, опознаться. Тем более детей, они великозрастные, бросить нельзя, а потом их не увидишь никогда. Очень много таких. А так, конечно, душой я все цело там и прекрасно вас понимаю. Да и тем более мигрант иммигрантов всегда поймет и увидит издалека. Это понятно. Ну, у вас дети же взрослые уже, наверное, да? Они взрослые, но они без нас никак не могут. Я же с нами знаете, какие дети. Ну, я наоборот, я думаю про детей, поэтому я прискакала сюда подготовить базу, потому что... Вот мой сын, да, он заканчивает там университет, и потом он хочет в Москву уже дальше на магистратуру идти учиться, хотя русский очень плохо знает, но ничего, будет на английском учиться. Он наоборот, он говорит, вот я с ним разговаривала буквально вчера, он говорит, я прямо вот вижу, что наша страна катится не то, что в третий мир, а вообще какую-то в африканскую юмбу-тумбу. Он говорит, вот я вижу просто вот, ну, как, и мораль, и разложение общества, и вот эти все, знаете, загорелые братья наши кругом. Ну, вот она вчера только с ним поговорила, да, он говорит, мам, я не могу, и питание, пошел в магазин покупать еду, говорит, все химикаты, все в химикатах, невозможно найти на полках, чтобы там не было ГМО или какой-то гадости, даже если они пишут органик, начинаешь читать там какие-то И-125, какие-то там И-345, я беру просто первую попавшуюся банку помидоров, я говорю, вот я только что с магазина пришла, давай глянем, что у меня в помидорах, даже не написано, что органик или что, просто вот с магазина первую попавшуюся банку, открываю, уксус, помидоры, вода питьевая, лавровый лист, перец душистый, сахар, соль, все, я говорю, все, вот, вот то, как что у меня мама ложила дома, когда готовила, то же самое в обычных банках с магазина, а он говорит, я не могу найти продукты без химии, я за него переживаю, я говорю, тебе надо вернуться, потому что клубника, вкус клубники, ребенок у меня не знает, что такое настоящая клубника, здесь я ем клубнику, так она клубника, я с вами согласен, ну хорошо, буду смотреть, спасибо огромное, Смотрите, можно какую-то информацию там, ну я вас понимаю, насчет закапывания, ну пусть полежит пока, съездите, потом заберете, когда вырастет в цене сильно. Да, будет и куда ехать, потому что в Канаде тоже бардак, еще под. А вот, а у нас, вы знаете же, разговор про гражданскую войну идет, причем серьезно, если вы в конспирологию, как бы, ну, в курсе, я поняла, что вы ловите мышей, следите за событиями, да, ушки у вас на макушке, то у нас вот фильм вышел, сейчас обсуждает вся Америка, уже дурак только ленивый, только не записал видео, значит, Civil War, USA Civil War, значит, выходит в апреле фильм, что война гражданская в США, и поделились 19 штатов, воюют с Вашингтоном, и там Вашингтон бомбит, значит, самолетами гражданства, и куча ужас, все в ужасе сидят, вы знаете, как этот predictive programming, когда они программируют людей над будущие события, поэтому у нас уже и политики разговариваете, ведут по гражданскую войну, да, чтобы Трамп не пришел, они еще не придумывают что-нибудь, там разницы нет, Трамп не Трамп, как его называют, война группировка, международы, конечно, натравить, вы знаете, натравить можно левых на правых, черных на белых, друг друга всех понатравить, и крестьянам, мусульман, границы открыли, миллионы нелегалов запустили, непонятно из каких стран, и к любой момент, он у нас, если, извините, подняли, тогда загорел их, и они полстраны разгромили, и никто ничего сделать не мог, А что будет, если они еще и мусульман поднимут, и так далее, против христиан? Вот у нас сейчас ситуация, при которой уже даже районы шапочки свои снимают, потому что эти вот мусульманские, у нас в роде целый район ездят, где мусульмане живут, и мечей, и синагоги под охраной, ну, хорошо, приплыли, да выеживались, как говорится, и получающие свое. Ну вот. Нет, потому что тут уже каждые твари по паре, целый Вавилон, а чем начался Вавилон, мы с вами прекрасно знаем. Конечно, ну у нас уже, знаете, как говорят, вот этот фильм, который они запустили, да, про гражданскую войну, там такая заставка идет, и написано, все империи падают. И цивиль, цивиль вор в Америке, значит, гражданская война в США. Давайте скажем вам так, думайте о себе, а то вы такие, это самое, за всех, нет у вас на это ни права, ни опыта, вам 200 лет, ваша Америка. Она началась, как говорится, с грабежной эфирации. Да, я вас прекрасно слышу, я вас понимаю. Ну, всего вам, всего доброго. Ага, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok